Библейский портал экзегет.ру представляет 63-й псалом для библейского портала экзегет, читаю перевод российского библейского общества. Ну вот у нас с вами был 62-й, до этого 61-й, 60-й, это такие немножко медитативные псалмы, где гораздо больше говорится о Боге, чем о чем бы то ни было еще. Но ведь есть какие-то враги, которые преследуют. Псалом имеет подзаголовок начальнику хора Псалом Давида, самый нейтральный подзаголовок. У нас в 50-х было подробно о врагах и давались обычные эпизоды, которые были связаны с этим псалом. Это молитва Давида, когда там произошли с ним какие-то события. А 63-й, он такой общий, просто о том, как это устроено. И враги здесь такие абсолютно неконкретные. 63-й, он как будто такое дополнение к предыдущему. Да, кстати, про врагов-то я чуть был не забыл. Господи, я так увлекся словословием, я так много говорил о тебе, что я чуть не забыл, у меня тут враги, они на меня нападают. Давай-ка я про них тоже расскажу. Вот так выглядит 63-й. Услышь, Боже мой голос, молитву мою, от врагов ужасных мою жизнь спаси. От козней злодеев меня защити. От коварства негодяев избавь. Наточили язык свой, как меч. Выпускают слова свои, как ядовитые стрелы, чтобы в невинного из засады стрелять. Внезапно выстрелят и не боятся Бога. На злодейство подталкивают друг друга, обсуждают, как поставить капкан. Говорят, кто заметит нас. Замышляют они злодейство и говорят, безупречно мы все задумали. Никто не знает, что у нас на уме. Господь в них пустит свою стрелу. Внезапно будут они сражены. Их язык их самих и погубит. Кто увидит их участь, ужаснется. И устрашатся люди Бога. И возвестят о его деянии. Уразумеют, что он совершил. Так пусть веселится о Господе праведник. Пусть у него ищет защиту. Пусть торжествуют все чистые сердца. Настолько гладкий простой псалом, что даже комментировать особенно нечего. Можно обратить внимание еще раз, что преступления этих врагов начинаются со слова. Наточили язык свой, как меч. Их отношение к Богу определяет их поведение. Не боятся Бога. Думают, кто заметит нас. Такой бесконечный рефрен, который эти самые злодеи и враги друг друга говорят. Иногда Бога нет, но это редко встречается. Такой радикальный подход. Скорее, никто не знает, никто не слышит, никто нас не заметит. Никто не знает, что у нас на уме. Ведь это то же самое, что сказать Бога нет. Бога нет или Бог вышел по делам. У него, ну, ему не до этого. У него там свои какие-то важные события. Вот он не обращает на нас внимания. Это то же самое, что его нет вообще. Надо сказать, что для человека древности как раз нормальное представление, что Бог не замечает простых маленьких людей. Когда Агарь, наложница Авраама, получила известие от ангела, она назвала вот место, где она была, источник, там открылся. Бог, видящий меня. Настолько это было странно. Какая-то рабыня, наложница, которую прогнала ее хозяин, и Бог ее видит. Ну, как, не знаю, там едет кортеж с президентом, с каким-то там монархом, останавливается около бомжа, бездомного, голодного, и заботится о нем. Да, ну, как может быть такое? И вот эти люди как раз думают, а раз так, ну, мы будем совершенно спокойно заниматься своими делами. Так пусть веселится о Господе праведник, пусть у него ищет защиту, пусть рождествует себя чистым сердцем, и хочется сказать аминь, 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 все так и есть. Только какой-то голос внутри себя говорит, а если мы не очень чистые сердцем, что нам по этому поводу делать? Вот об этом будет следующий 64-й псалом.